всем здорова ребята так сегодня ради вас только ради вас я встал пораньше сегодня будем записывать не наша давайте мое знакомство с ардуиной я заказал себе arduino uno плюс там модули приемник и передач там за копейки то ну короче кит комплект arduino uno с arduino uno я никогда не работал вы как знаете я с техникой вообще не в водах с электроникой не знаю как называются компоненты и вообще и так далее но вот насчет вот этой платы я был вообще очень удивлен впечатлила меня как сказать бы я сейчас назову опять обострите не знаю как назвать проектная плата так назову я был очень сильно и удивлен я уже сделал на ней внутри проектом как не сделал скопировал чужие программированием я еще не владею но и в принципе из программированием там особых проблем не возникнет там на сайте на таком как arduino.ru есть по программированию все описано практически только читай вникай пробуй и будет тебе счастье вот так вот наша чудо выглядит я уже тут появился к ней так я купил китка кит комплект думаю возможности на ней теперь стало еще больше это копия это не оригинал купил на алиэкспрессе что-то там за копейки кит комплект в кит комплект входит так как вам все показать то да я оставлю ссылочку внизу зайдете посмотрите там есть резисторы потом вот вот такие вот коннекторы чтобы собирать например наш макет сегодня будем собирать вот на такой как правильно называется макетная планка или как ну не знаю не важно суть в чем том что например берем питание с нашего контроллера назовем его так с нашей платы берем питание например тут все выходы подписаны что мне понравилось вот берем например 5 вольт и эти 5 вольт втыкаем вот сюда в планку в плюс и вот этот вот эта планка вот это вдоль все идет 5 вольт то есть если нам еще нужно запитать несколько компонентов от 5 вольт мы просто ставим перемычку вот например вот берем 5 вольт и дальше расчерчена вот так вот она вот так вдоль то есть вот это вот если мы вот к нему сюда 5 вольт то вот вся вот эта вот площадка будет 5 вольтовая сколько тут получается 1 2 3 4 5 контактов ну вот такая вот незамысловатая вещь сегодня мы на ней будем строить наш проект наш проект сегодня это глушилочка автосигнализации никого тревожить на улице не буду у меня есть дома пульты работающие на частоте 433 сейчас кстати еще объясню вот эти два пульта в чем разница потому что я думал что они оба на 433 оказалось нет по идее как мы глушим сигнал мы забиваем эфир сразу говорю что данный проект будет работать только на старых сигнализациях вот на таких простеньких пульте как типа выключателей там розеточек люстры там еще что то не ничего масштабного не будет сразу говорю но подавая суда стабильные 12 вольт кстати указано что она работает рекомендовано от 6 до 12 вольт питание поступаемая от 6 до 12 но максималка еще указано от 7 до 20 вольт но это не рекомендовано но можно значит если мы подключим все таки от прикуривателя например от генератора у нас получится ну 14 вольт где-то так что думаю не сгорит от 14 вольт я не пробовал правда так что если будете ее включать от прикуривателя то глушите мотор чтобы не сгорела на всякий случай усердствовать и долго держать потому что тут как я понимаю не организовано охлаждение его нету тут итак вот такие у меня два пульта кстати сейчас домом еще объясню как сделать себе копию пульта дома просто заказывайте вот такой вот китайский брелок не знаю стоит может рублей 200 может даже дешевле найдете но я ссылку поищу оставлю чуть подешевле но в районе 200 рублей примерно стоит вот покупаете такой пульт но у нас программный то есть он записывает клавиши ну как сказать face to face называется то есть прислоняете он ловит сигнал и записывает его себе на клавиши каждую клавишу на клавишу но я думаю ни для кого это не секрет данный пульт на 433 вот этот пульт 433 так как люстры покупал не я не знаю я уже купил их у предыдущего хозяина когда купил квартиру оказался вот этот пульт на 315 но логично потому что чтобы нам не забивать одну люстру другой то есть если я например здесь бы жал кнопку то тот кто другой комнате он мог бы не включить люстру из-за этого потому что забивался бы эфир данная как там библиотека на ли как правильно называется не знаю данная библиотека называется кейлок это разработанная там в каких-то древних годах вот эта сигнализация библиотека сигнализации обрабатываемого кода ну короче не знаю не буду вам сильно объяснять все старые сигналки вы сможете вот этой глушилкой убить на смерть дистанцию я еще объясню сейчас от чего зависит и так ладно давайте перейдем сейчас быстренько вам покажу как пуль записать так смотрите нажимаем клавишу моргает диод и прислоняем нажимаем кнопку все просто вот нажали моргнула нажали все кнопка записалась кнопочка а у нас на кнопочке а дальше берем б б нажимаем нажимаем б еще раз все поймал свою записал далее кнопочка c нас кнопочка c cc все поймал сигнал записал кнопка d и здесь кнопочка of также записалась так вот этот пульт у меня на 315 так что он не запишется сюда уверяю вас даже не пробуйте если хотите если так как узнать на какой частоте у вас пульт сейчас объясню вам по-быстрому в моем случае у меня дома нету этого как сказать проверки частоты но вообще у меня она есть обычно в россии встречаются три вида частоты на пультах это 433 надо европейская потом 315 это в основном американская 868 это вот некоторые делают сигнализации как вам сказать сигнализации такие как иглу армия встречался потом пантера бывает на 868 ну такие более бюджетные более бюджетные сигнализации чтобы не забивали эфир вот этими всякими сигналами лишними европейскими не берут частоту 868 так а тут мы узнаем все очень просто вот открывая не разбирая даже дальше мы вот видим что у нас модуль или как он правильно называется вы же электронщики назовите мне мы видим что у нас наш модуль на 315 так что чтобы записать данный пульт нам придется заказывать пультик частотой 315 герц или милой мили герц неважно или килогерц скажите правильно как блин болтик потерял за вас все нашел так чтоб не быть многословным сейчас я вам разберу второй пульт и докажу что там частота 433 так закрываем наш пульт на 315 так он нам больше не нужен разбираем второй пульт на 433 так разбираем на 433 и видим видим пожалуйста вот тот же модуль который у нас на на ну чего один сантиметр фокусировка ты чё вот наш модуль на 433 тем самым пультик для него нужен на 433 мегагерца правильно сказал не знаю так что дальше делаем дальше начнем уже нашу работу над проектом в таких пульта кстати 12 вольтовой батарейки в этом тоже 12 вольтовая батарейка сейчас еще покажу как сбросить но они правда разные очень бывают все по-разному сбрасывается на нет на некоторых зажимаешь начинает моргать а потом три раза здесь просто если вот у нас его записан сигнал у нас просто по моему вот эти две нажимаешь и держишь вот начинают моргать нет значит эти две нажимаем вот эти верхние две держим моргает все наш бревок стерся далее записываем по новой нажимаем 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 сразу говорю сигнализации вы записать на этот бревок не сможете самое что можете записать это розетки вот такие всякие пультики с одинарным кодом и и и шлагбаумы такие как каме например серенькие но надо знать что чтобы у вас был не плавающий код но таких как например дархан найс бывают плавающий код и вы не за не сможете его записать на данный пульт дешевский там уже пульты чуть подороже и они прописываются непосредственно к шлагбауму как и сигнализации прописываются непосредственно к автомобилю так ладно переходим к нашей платье сейчас мы зальем сюда скетч скетч это бля час опять затролите я не знаю как вам объяснить что такое скетч но давайте скажем так скетч это программа которую мы записываем на написываем сюда скетч то есть программу которая будет управлять нашим модулем чтобы нам забить эфир и заглушить сигнализации ну или люстру в данном случае так ладно сейчас наверное перейдем на другую дислокацию и начнем и так вот наша люстра на 433 на частоту 433 и килогерца мегагерца мегагерц и так вот родной пульт вот управляем вам бам 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 далее вот не родной пульт бам 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 все все элементарно и просто бам 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 все управляется но сейчас мы убьем эту люстру чтобы она больше не управлялась итак ребята извиняюсь что не покажу вам где что качать не дам ссылок просто реально нету времени искать ну может и прикреплю посмотрим когда видео буду заливать если найду что-нибудь сразу так чтобы вам скачать но вот сайт есть arduino.ru вот заходите тут принципе есть и формы проекты и программирование среда разработки и так далее здесь вы найдете и драйвера как начать работать с arduino ну и все такое так скетч на глушилочку я вам предоставлю потому что это считайте основное что нужно эта программа так сейчас я вас вырублю найду скетч и залью его ну хотя он уже здесь есть но я все равно покажу как заливать так ладно